Дмитрий Кузьмин, «Космос и музыка» Дмитрий Кузьмин, «Космос» 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 А я думаю, что вы обязательно заинтересуетесь. И, собственно, вот моя задача, да, при поддержке коллег, таких как Женя, развить мощность библиотеки такого уровня, чтобы вот вы могли в любое время прийти и увидеть не только старинные пластинки, а современные, потому что они выпускаются. А сейчас мы потом покажем то, что вот прям свежий-свежий винил, да, это не декаданс, винил выпускается на данный момент. Вот, будем знакомить с культурой, будем проводить мастер-классы по диджеям, скретчу, ну, если вы это когда-то слышали вообще, да, вот. Ну, будем различные брать темы, и я думаю, что вам, вашим друзьям, будет интересно мы будем развивать бук такой на основе вот винилой коллекции библиотеки. А она здесь очень огромная, здесь 10 тысяч пластинок, это просто шикарнейшие возможности. Вот, ну, из вас, я не знаю, кто-нибудь вообще знаком с винилой пластинкой? А у кого-нибудь дома есть пластинки? Ну, вот там, где можно было. А ленчик сейчас ленчик есть. Ну, и вообще, ну, вы слушаете музыку, я думаю, да, многие в обыденной жизни. А вот кому из вас, какая музыка напоминает, ну, как-то ассоциируется с космосом? Есть такая музыка? Из СССР? Только, да, из СССР. А? Ну, а современная? Современная мало. Вообще никак, да, то есть это прям... Современная, а тот даже. Да, это тоже проект такой музыкальный, причем новосибирский, спейсмана. Ну, да, тут я немного Дмитрия перебью. Это, наверное, такая общая сейчас проблема, то, что когда, ну, после первого полета человека в космос, активно начали пиарить космическую тематику тогда в 60-х. И очень много было песен, которые были посвящены, ну, непосредственно, самому Гагарину, его как-то восхваляли, и в какой-то момент он вообще превратился как в некий такой памятник. А сейчас, в эпоху, наверное, да, уже мета-модерна, космос больше обращен как-то к самому исполнителю, ну, либо к каким-то проблемам человека, уже такой микрокосм. Вот, наверное, из-за этого, в связи со сменой эпох и со сменой интереса тематики космоса на что-то другое, уже не на полеты в космос, не на изучение, не на науку, а как Илон Масс недавно, да, делал объявление о том, что он хочет собрать людей и чтобы они все улетели на Марс. Там ему огромное количество заявок, она прилетела, то, что никто уже не хочет на Земле, а просто отсюда улететь и жить где-нибудь на Марсе даже. Ну, потому что там нужно развивать, а просто потому что уже здесь, ну, вот, как-то людям жить тяжело. Ну, вот такая, больше психологическая уже сторона, наверное, этого вопроса. Ну да, тут ты отчасти дезерришь, а мы пойдем поэтапно. Да, давай ты. Вот, в общем, сегодня повторимся, поговорим о том, как связан космос, музыка и виниловые пластинки. Полет наш продлится недолго, буквально полчасика для того, чтобы вы не заскучали, и информация была максимально для вас полезна. Вы ушли такие прокачанные, сказали, я знаю все про винилов, знаю про космос, а может быть записали свой какой-то трек, кто его знает, сейчас многие увлекаются музыкой. Ну, кстати, да, никто музыку сам не пишет или не сочиняет. То есть, ну, вот космос, как одна идея в творчестве, вполне может быть так же и реализована уже непосредственно в вашем продукте каком-то конечном, если кто-то будет заниматься, вот почему. Да, тем более, сейчас новый шаг, космос развивается, и в том числе женщина-космонавт из Новосибирска, Анна Кикена, вы все ее знаете, вот, наша землячка, о чем мы особо гордимся. В общем, если вкратце, то вы знаете, что музыка – это вид искусства, в котором средством воплощения, вот, у художника являются краски, а в музыке, если примитивно сказать, являются звуки голосов, инструментов и так далее. Космос – это все, что, ну, в нашем контексте, все, что находится за пределами Земли и ее атмосферы. Внешний космос. А космическая музыка – это музыка, которая вызывает у нас ассоциации с галактическими пейзажами, созданы планетарными образами и стимулирует какие-то вот наши внутренние переживания космического полета и внеземной красоты. Первое космическое произведение, которое относится непосредственно к космической музыке – это симфоническая сюита Густава Холста «Планеты». Она включает в себя семь частей, которые посвящены планетам Солнечной системы. Название первой части, самое популярное и тиражируемое – это «Марс – вестник войны». И вопрос, вот какой планеты, вы думаете, не хватает в последовательности симфоний Холста? Семь симфоний? Какой-то планеты не хватает. Лутон. Лутон, Лептун. Да, правильно. Нет Лутона. А почему? Он не хватает. Да, совершенно верно. Лутон на самом деле был открыт после 30-го года, а симфоний писалось там в период 14-17-й год. Вот это было гораздо раньше. И, к сожалению, Лутон признали сначала планеты по мере его открытия, а теперь его опять из списка планет удалили за счет того, что он маленький оказался. Ну, не понравился чем-то астрономам. А, как удобнее вам для понимания, чтобы мы сразу включали какую-то музыку или после? Ну, у нас тут такой не школа, да, не лекция, а именно интерактив все-таки. Сразу или сразу? Сразу, да? Можем просто сейчас как раз поставить композицию Холста. И, кстати, может быть, кто-то даже угадает, откуда... Нет, ну ты не дизеринь сразу. Нет, 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 нет. Ну, вы уже увидели вопрос, что общего у Густого Холста, британского рока и Звездных войн. И сейчас будет небольшая аудиоподсказка, после которой вы сможете отгадать, я думаю, легко. Да, вот сейчас как раз Холста и поставим. Эта музыка была написана как-то, да, по-моему, в начале 19-го времени. Да, навязан вот на вот так, по-моему, в начале 19-го времени. Музыка, сразу хочу сказать, что вообще Холста, она очень кинематографичная. И очень многие композиторы, которые писали музыку для фильма, они отравлялись в том числе и музыкой Холста. То есть еще за, там, 50 лет Холст, по сути, написал саундтрек ко всей музыке современной культуры, которая как-то ассоциируется с космосом. Так, и мы сейчас... Хорошо. И сейчас... Кстати, там, какой-то момент. Никому ничего не напоминает? Кошмарный сон. А фильм нужно угадать? Нет, даже не нужно угадать, можете приплыть, ну просто скажите... Звездные войны? Да, 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 абсолютно, это из Звездных войн. Кто это ответил? Да я. Ой, ну что же, в следующий раз мы подготовим подарки. Ну, в моей стороне, греккий подарок. Все знают основную тему, которая открывает все фильмы Сильные Звездные войны. И сейчас мы с вами вот перейдем на... Вот, практически, да, окончание точно такое же, как и Фокс, но Фокс написал все это за 50 лет до того, когда Джон Вильямс написал музыку с Звездными войнами. И вот сейчас... И вот сейчас... Сейчас начнем с Звездными. То есть, умное такое цитирование в Холста, и он даже не стесняясь, Джон Вильямс взял финал фанца и... Дальше уже, я думаю... Так, стоп. Музыка, которая была написана еще в 1917 году, вообще, дом популяризации такого глуматографа, ну, можно сказать, она писалась, когда была революция в России, никто не знал ни про Звездные войны, а Устан Холст уже написал музыку будущего. Ну, это вообще интересная личность, я думаю, что отдельно мы какую-то лекцию вам посвятим, но мы немножко лайтовее, легче сегодня все это дело пройдем. Вот, как бы мы поняли, чем связан Холст и Звездные войны, а как это связано с британским роком, я вам сейчас расскажу наверняка, но вы не догадываетесь. Кстати, эту картинку с помощью нейросети вчера сгенерил, и вот что она выдала. И сейчас мы поймем, почему Тридорда Вейдера здесь. Вот, в 1986 году британская прок-рок, прогрессивный рок, ну, это такая музыка своеобразная, тоже мы потом расскажем. Эберсон, Лейкен, Пауэлл исполнили свою версию этого произведения, и даже в СССР напечатали эту пластинку, что удивительно, ну, как бы, рок и СССР, это были немного разные понятия, но настолько популярной была, что ее опубликовали. Вот, и как мы говорили, Звездные войны, главная тема, и имперский марш, конечно же, не постеснялся композитор и поработал ножницами хорошо. Вот, видите, Джон Уильямс, на самом деле он написал музыку к огромному количеству эпиков голливудских. Это «Инопланетянин», «Челюсти», «Индиана Джонс», «Баркерского периода», «Супермен», «Гарри Поттер», наверняка вы знаете. Вот, и еще к огромной куче фильмов. Вот, и тут у меня такой, да, для вас приз, разгадка всего этого дела, которую Женя уже затезерил. Вот он, этот имперский марш, который, ну, и вот, как-то мы уже все знаем. Мы больше тебя не хотим. Вот, ну, и на самом деле, вот, прослушив эту всю музыку, что хотелось сказать. Да, это музыка космическая, но она привязана к образам, да, то есть если мы закроем глаза, наверняка под эту музыку вы не представите себе космос, да. Есть такое? То есть тут, в этом есть такая штука, что музыка космическая может быть условно привязана к визуальным образом, как в этом случае, да, кинематографичная какая-то. А есть музыка космическая, которая на самом деле, вот наверняка вы видели современные инструменты, там, хендерам, допустим, да, знаете, такой, ну, такой металлический барабан, по которому руками играют или палочками. В общем, есть минималистичная музыка такая, геймби, это еще что-то, она более космична именно по звучанию, а то, что здесь мы слышали, это академическая музыка. Да, Дим, можно я дополню тогда, вот ты правильно сказал, что очень тяжело вообще представить музыку в космосе, ну, вот какая там может быть музыка, ну, там вакуум, да, тут понятно, дело звуков никаких нет. И, кстати, когда Джордж Лукас начинает свои презентации, он всегда говорит, ну, мне прекрасно известно, что в космосе звука нет, но мы фильм озвучиваем так, как считаем нужным, чтобы был какой-то драйв и динамика. И вообще почему, да, вот очень сложно понять космическую музыку, но на этот ответ ответили еще древние греки, которые вообще поделили всю музыку на вселенскую, то есть музыку космоса, и они вообще говорили, что музыку космоса можно услышать только какое-то ограниченное вообще число людей. Ну, наверное, они имели в виду каких-то просветленных, может быть, каких-то супермыслителей, но потом у них следующая категория шла уже музыка человеческая, и следующая это музыка инструментальная. То есть они считали, что инструментальная музыка это самый такой низший тип музыки, вот человеческая музыка, да, это обязательно должна быть с вокалом, с какими-то инструментами, и, ну, человеческая музыка максимально, как они говорили, возможно, приближена к вселенской, потому что вселенскую никто никогда не слышал, никто не знает, как она звучит, ну, вот они думали, что это так. Да, очень интересная информация, и если вот говорить о развитии именно музыки, да, как космическая музыка развивалась, это, естественно, дальше развитие в 70-х годах. В Германии выходили сборники электронной музыки, и после этого часть исполнителей, там, Клаус Шульц, Tangier and Dream стали крутейшими звездами, да, которые собирали целые стадионы. В конце 70-х это французы, вот у нас даже пластинки здесь представлены Дидье Моруани и группа Space, кто до них был Жан-Мишель Жар, может быть, слышали такого альбома Oxygen. В то время была очень популярна музыка диска, и вот это влияние синтезаторов, футуристическая смешалась с диском, музыка захватила весь мир. Музыка эта появилась даже в соц. странах и в СССР, многие впечатлились и начали эту музыку писать. Вот, в 80-х, если вы знаете, и дальше уже появились синтезаторы, много технологичных приборов, компьютеры, но, к сожалению, в музыке, посвященной космосу, начался упадок, звук синтезаторов, казалось бы, но не повлиял на музыку космоса, и все лучшее, что было в музыке космоса, это 70-е годы, условно сказать, когда развивалась Space Disco, Space Rock, какие-то такие вещи. Ну, вот даже классический пример Space Rock, есть в библиотеке отличная пластинка, Дэвид Боуэй, вы знаете, Дэвид Боуэй, музыкант такой? Ну, участие молодежи, да, это хайповый такой исполнитель, хотя он и 70-х, это очень сложная творческая личность, но, вот, в разрезе нашей лекции, можно сказать, что, там, его альбом Ziggy Stardust, и потом, поучаствовав в фильме, он выбирал экзотические наряды, изображал из себя гуманоида, ну, в общем, такую двигал космическую идею, да, и на самом деле, достаточно, тоже, глубокий фильм с его участием, все это стоит посмотреть, и можно найти в библиотеке даже DVD с фильмами и музыку, послушать, что такое, Человек со звезды, ну, интересный, концептуальный альбом, который посвящен астронавту, затерявшемуся в космосе, вымышленному, не настоящему, снова был. Вот. А дальнейшая музыка, которая пишется сейчас, она уже обозначается словом ретрофутуризм, то есть это что-то посвященное той эпохе, которая, вот, в 70-х, 80-х существовала. Да. Вот. Вот. Космическая музыка в России, да, то есть как-то изначально мы говорим о Западе, о Западе, но мы живем в России, и российские реалии развивают. Так вот, как Женя уже говорил, началась после полета Гагарина в космос эпоха, ну, такая, как бы, выстраивание вот этой космической легенды, освоение космоса, естественно, появилось огромное количество произведений о полете в космос, фольклор, там, частушки, симфонии, ну, просто огромное количество, вот, речь Юлия Кагарина вышла на пластинках, вот, у нас в коллекции есть очень редкая пластинка, такие пластинки раньше выходили, они назывались флекси, гибкие, вот, и прикладывались обычно к журналам, такая серия была в СССР журналов, называлась Кругозор, то есть можно было выписать такой журнальчик себе, там, и текст какой-то, там, интервью Хлеборобов, там, Даяк и всего прочего, и вот, в том числе, достижения в космос Юрий Гагарин, потом, артисты эстрады, там, Пугачева, Боярский, ну, в общем, темы абсолютно разные, развивающий Кругозор советского человека. В том числе, можно было поставить пластинку, услышать интервью, или музыку какую-то услышать, и вот самая, наверное, такая известная речь Гагарина, ну, это одно слово, да, поехали, то есть, ну, все, наверное, знают, то есть, вот, оно тоже записано здесь, на этой пластинке, то есть, весь полет, ну, вот, от старта, и в том числе, когда он переговаривался со станцией на Земле, ну, кто координировал его полет, все это есть в аудиоформате, и вы можете послушать, то есть, да, что он говорил, как он говорил, что он видел, это первый, вообще, полет, от человека в космос, и вот его впечатление от увиденного, ну, никто раньше, да, ему не было это, ну, кроме собак, конечно. Ну, да, и что стоит сказать, что пластинка, это настоящая машина времени, то есть, поставив пластинку на проигрыватель, иголочку отпустив на нее, вы услышите настоящий Гагарина, который вот сквозь века к нам прошел. Понятно, что это есть все уже в цифровом виде, но, тем не менее, винил это особая теплота и более натуральный темп голоса, по крайней мере, в то время, когда это все выпускалось, интернета, как вы знаете, а может, не знаете, не было, и поэтому единственный источник, на котором можно было услышать, это винилая пластинка. Вот, а что, да, потом, в 70-х годах у нас появился, причем, наш земляк замечательный, Эдуард Николаевич Артемьев, вы его знаете, композитора такого? А, Дим, можно тебя перебью, я думаю, что вы все точно слышали его песню. Кто-нибудь смотрит «Зону комфорта» с Карламовым? Никто не смотрел. Сейчас такой мини-интернет-сериал, да, прикольный. Ну, хорошо, а Леонтьева кто-нибудь знает? Валерия, Валерия Леонтьева, да. Вот, вот. У него есть песня, которая называется «Дельтаплан». Да. Знаете, вот. А музыку написал Эдуард Артемьев. Да. Да, но это не совсем типичное для Эдуарда Николаевича музыка, да, потому что все-таки он один из пионеров советского электронного звучания. Вот, как вы видите, огромное количество у него синтезаторов, всяких разных машин чудесных в студии. И он именно один из первых композиторов, который вот этот космизм внес музыку, различные музыкальные интонации. Ну, это, в общем, я думаю, тоже у нас будет отдельная лекция для тех, кого это суперинтересует. Вот. А пока, ну, как бы, в общем, раскрываем вам галактику того, что на самом деле есть космическая музыка и что же в этом есть. И, кстати, в библиотеке есть очень редкие пластинки, которые, ну, сейчас трудно купить, они очень ценятся у коллекционеров. И, к сожалению, Эдуард Николаевич уже умер, и пластинки еще стали дороже и более редко продаются. Ну, вот. Такие, например. Или фильмы с его музыкой «Солярис», да? Так что, все это можно взять в библиотеке и посмотреть. Смотрели, нет, «Солярис» 72-го года торговского? Кому интересно, космическая динафика и лучшие фильмы торговского? Ну, это прям, что называется, «Мастхэк». Да. Ну, и дальше эта волна накрывала все сильнее города и страны. Вот, допустим, группа «Спейс» Ди Ди Мурвани, которая вышла во Франции. Естественно, эта волна декотировалась в ДССР. И, кроме Эдуарда Артемьева, ну, это уже больше «Спейсрок», «Спейсдиска» команда, появилась группа «Зодиак», может, вы слышали. Она очень популярна среди, там, ваших, наверное, старших братьев, мам-пап, вот, и таких, как мы, персонажей. Вот, но пластинка, на самом деле, по данный момент, звучит очень актуально, современно, очень круто записано. И самое классное, что в тот момент вот эти ребята группы «Зодиак», они являлись студентами, как вы, и они сделали настолько суперкрутую вещь, ну, которая звучит не хуже, чем французские, там, Ди Мурвани и так далее. Это очень крутой альбом, и очень крутая музыка. Я думаю, что вам стоит обязательно с ней познакомиться. Вот. А мультик «Тайна третьей планеты» знаете? Да. Нет. А здесь DVD нету, чтобы картинку хотели. Знаете. Знаете. Знаете? Вот. Ну, и опять же, этот мультик стал эпохальным таким моментом в истории развития космических образов, космической музыки. Это уже 80-е годы. Роман Качанов замечательный, мультипликатор, снимает мультфильм, которому выходит саундтрек Александра Зацепина. Кстати, тоже нашего земляка. Вы представляете, сколько у нас космических людей. Вот. И это порождает целое такое вот явление увлечения космической музыкой у подростков СССР, там, пионеров и так далее. Что интересно, культовому мультику были все аудиозаписи уделены. Пленки там где-то сожжены, уничтожены на студии. И только позапрошлом году команда энтузиастов вот в России нашла Александра Зацепина, он еще, слава богу, жив. И воссоздали с помощью живых, там, старинных инструментов живого ансамбля саундтрек к мультфильму «Тайна третьей планеты». Вот эта пластинка даже с автобусом Александра Зацепина. Очень красиво оформлена, я вам даже достану, покажу. Тут процесс работы, как это все записывалось. Даже партитура есть для тех, кто узко увлекается. И сама пластинка вот такая красивая, космическая, видите, голубая. Не банальный черный винил, а такая красивая, памятная. Очень хорошо и сделана, и записана. И это настоящая мечта всех тогдашних подростков СССР. В данный момент, как мы говорили, музыка является уже ретрофутуризмом, но тем не менее ее продолжают писать. Была такая группа, она же для фрау Бюллера, Олег Костров, композитор писал, космическую музыку, лаунж. И сейчас в Питере есть коллектив «Кима Гуран». Очень крутые ребята, 20 лет коллективу, кстати, в этом году. И я хочу полететь в Питер на концерты. Если вы будете в Питере в начале июня или в Москве, советую посетить концерты. Вот пластинки группы «Кима Гуран». Ну, можно даже в конце поставить. Видите, в такой тематике крутой, оформлено космическое. Такое спресс-диско. Да, и, кстати, Дима, название «Кима Гурана» они взяли именно из мультика «Тайм Третьей Планеты». Да, 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 вот отголоски популярности вот этого культового мультика. Я думаю, что мы потом послушаем именно «Тайм Третьей Планеты» в своем трек, чтобы было понятно. Может, да, конечно. Вот, да, я про это даже кадр сделал, что перевыпускают такие работы. Ну, и еще важное заключение нашей сегодняшней беседы, чтобы вас не томить, наверняка вы знаете про то, что в космос отправилась винилая пластинка. Вернее, она сделана, конечно, не звенила. Сейчас расскажем, с чего. Но кто-нибудь слышал, что в космос отправили для встречи с инопланетными цивилизациями корабль? А вот такое было, да. Да, такое было, и они отправили на самом деле две пластинки. Но они, насколько я сейчас помню, по-моему, медные, покрытые золотом и еще все. А я в следующем кадре расскажу. Да, вот, в общем, мы начинаем с внешнего вида, что это выглядело примерно вот так. На обратной стороне там какая-то схема графика, которую мог специальный прибор прочитать, который на борту корабля находится. Вообще, они говорили, что... Вернем на один слайд. Вот там на Voyager вторая картинка, ну, помимо пластинки, да, это как собрать проигрыватель. Потому что проигрывателя там нет, а они хотели, чтобы если какие-то инопланетные цивилизации, даже через миллион лет, может быть, найдут этот Voyager, чтобы они смогли собрать проигрыватель и послушать ту пластинку. Но я на самом деле, да, я буду еще... Тем, кто знает, что ковенел вы проигрыватель и пластинки, я не понимаю, как собрать проигрыватель вот этим схемам на самом деле. Ну, наверное, это рассчитано на то, что люди, которые это найдут, они, ну, планетяне, как это назвать, все-таки все надеются, да, что они умнее людей и смогут разобраться вот в этих чертежах. Потому что, ну, другого объяснения, да. Вот они задали КВС. Но одно радует, что ты не пришелец, а то мы поняли. Я теперь спокоен. Да, и, кстати, это подчеркивает то, что винилая пластинка – это один из самых надежных физических носителей. Даже когда выключат свет, компакт-диск не будет работать, не будет работать МК-3 из наших любимых гаджетов. А пластинка может воспроизводиться, потому что это механический источник. Мы можем собрать там иголочку, трубочку, и даже рукой крутя, если нет электричества, будет воспроизводиться звук. Потому что он записан в канавках, которые специальный блок снимает. Ну, вот как мы видим на этой вертушке. И как бы углубившись в эту историю, в 70-х годах в конце тоже вот два космических корабля НАСА запустили в космос, и на которых вот эти послания и содержатся. Это как бы не совсем обычная милая пластинка, как вот из пластмассы сделана, да, а металлическая пластина закрыта специальной оболочкой золотой, потом алюминием, чтобы она не окислилась, и крепко с болтами закреплено, если вдруг будет краш приземления. Ну, либо кто-нибудь ее поймает. Или... Плэйтик называется. Вояджер на самом деле уже покинул, или, по-моему, вот подходит к краю солнечной системы, и там сейчас я вот читал, когда готовился к передаче, что какие-то проблемы именно с передачей сигнала, он уже передает, по-моему, там, что попало, с какими-то ошибками, и починить это невозможно, потому что сигнал от Земли, от нас и до Вояджера, он идет порядка 22 часов, это очень долго, это большие задержки, ну, и когда-нибудь с ним сигнал вообще пропадет, то есть он будет летать там один. Здесь, конечно, такая новость, но мне кажется, она больше шуточная, что Вояджер столкнулся с какой-то невидимой стеной, и не может улететь за пределы солнечной системы. Ну, мне кажется, это... Больше, как машина там. Да, какая-то байка летит, пока что он еще работает, несмотря на то, что он был запущен в 70-х годах, то есть он до сих пор работает, до сих пор передает сигнал и несет виниловую пластинку внеземным цивилизациям. Ну да, и вот, друзья, дорогие, сегодня, я думаю, что мы прям сильно дальше не будем углубляться, повторюсь, что наша задача развивать клуб общения по поводу винила и смежных с ним тем, он будет называться «Винилокрут», от слова «Винил», «Винилкрут» и «Винилкрутить». Вот такая ассоциация. У нас будут разные вещи, там, связь с архитектурой, там, связь с искусством, с медициной, как я говорил уже, по диджейнгу мастер-классы, ну, в общем, все, что поможет вам приблизиться к музыкальной культуре, в частности, к пластинке, как к физическому носителю. Вот. Что, я думаю, что сегодня вы обязательно с собой внесете вот такой элемент, частицу этого знания, тем более, что винил сейчас, как бы, на хайпе, новая золотая эра началась у винила, люди увлекаются, фабрики винил изготавливают, и даже в большие очереди самые популярные исполнители, там, ионцы, и кто ждут месяцами тиража, задерживают релизы, потому что просто физических мощностей заводов не хватает по печати пластинок. И, как показ брактика, вот, ну, мои друзья, и крестницы, допустим, и моя дочь, она ваша власть, увлекаются винилом, собирают уже пластинки, это интересное, конечно, увлекательное дело. Вот. Поэтому, я думаю, следующие лекции вам тоже будут интересны. Стульчики я не буду тогда убирать, поскольку следующее у нас уже совсем скоро мероприятие. Что послушаем. Да, и я подвожу к тому, да, что мы потом, как уже в неформальной части, что-то сейчас возьмем, выберем, послушаем обязательно. Вот, поэтому следите за анонсами, вы можете подписаться, вот, со сканировки QR-код на группу «Воздух.фм», это мой подкаст о музыке. Также на сайте Новосибирской областной молодежной библиотеки. Я думаю, что вам или вашим друзьям обязательно под шутку придется какая-то тема. Может, кто-то хотел узнать, что такое диджейнг, или... Ну, в общем, это все, что ли. Да, спектр будет широкий. Также здесь у нас есть большая летняя площадка, я надеюсь, что летом у нас будут классные концерты, фестивали, диджей-сеты, на которых мы сможем вместе отдохнуть, потанцевать, или почитать стихи, или просто порадоваться погоде, солнцу, и, конечно, мозг. Вот. Ну что, друзья, больше вас не томим. Я надеюсь, что вам было интересно. Да. Вы теперь прям еще и ленивоводы, аудиофилы. Предлагаю какую-нибудь пластинку поставить, послушать. Вот, может быть, «Тайна третьей планеты» как раз мы. Да. Чуть-чуть послушать, что это за музыка, чтобы вы, кто не помнит, представили себе. Ну, к сожалению, немножко несовершенный здесь проигрыватель, но все равно, я думаю, в общем-то, будет понятно. тиховато. вот что значит профессиональная деформация. может быть, но все равно, Немножко старается звук. На самом деле пластинка звучит чисто хорошо, но это зависит от аппаратуры. Не куча, если пластинка звучит, а вы ставили ее? Да, ну вот такая музыка, она тоже не особо как-то сильно с космосом что-то ассоциируется. И когда Андрей Тарковский снимал свое кино «Солярис», он пригласил именно Эдуарда Артемьева для того, чтобы он написал ему музыку. Ему нужна была музыка не та, которая играла везде, потому что также советская эстрада, она как-то не сильно ассоциируется и передает, наверное, то настроение, которое есть в космосе. Он хотел чего-то другого, потому что сам фильм о том, что в космосе есть некая планета, которая полностью покрыта водой, такой океан, который охватывает всю планету. Но при этом вот этот океан, он мыслящий, он думает, он может читать мысли людей. И проецировать, так сказать, проекции, да, там они на орбите этой планеты летали. И вот у Эдуарда Артемьева была задача написать музыку к такому фильму, при том, что Тарковский сразу сказал, мне там не надо ни эстраду, ни там еще чего-то веселого, а вот все, подсадись и пиши. И он написал, он написал, при этом это 1970-1972 год, например, одна из композиций, вот именно то, как по мнению Тарковского и Артемьева должна звучать музыка в космосе. А это все написано на сенсаторах, не какие-то там бензопилы или еще что-то. Сильно нагружать, но слышно, что здесь, это 1972 год, очень, ну даже не то, что очень, да, это и есть Ambient. Название для этой музыки было придумано только, наверное, спустя 20 лет, и это было еще даже до того, когда, так сказать, отец, основоположник Эмби от музыки, Брайан, ему написал свой первый айбом «Музыка для аэропорта», который так назывался Эмби «Музыка для аэропорта». То есть Артемьев делал это еще намного раньше. Так что мы молодцы, как бы, СССР, Россия, не только в плане полета, но и в плане музыки. Да, мы первые. Вот. Ну да, даже один из первых музыкальных электроинструментов, который называется термином «Вокс», он был придуман в 20-й львом термином, то есть это все, что сейчас используется для разработки. Спасибо, друзья, мы вас больше не задерживаем и жрем снова в гости. Если у вас есть вопросы, кстати, вы можете их задать, и вот можете посмотреть винил, погрузить, как он выглядит, и все. Даже «Звездные войны» есть пластинка в коллекции. Именно тех лет самая первая способность. Так, сейчас у вас экскурсия. Да. Вот интересная будет, в том числе, мы подумаем, как связан винил и медицина. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Как по позиции Битлз, «Человек во Вселенной»? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, про Битлз тоже есть отдельная… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, на виду с Боу и Битлз тоже задавались тем вопросом, одиноки для моего Вселенной и после своих познаний туда. Да, да, в том числе можно Витлз найти, напоминание Госпуса. Прошу вас, может посмотреть винил и отправляться дальше. Я либо в станции стараются. Только? Ну да, наоборот. Сейчас ты не наградил, что их фото сделаем, конечно? Сейчас давай. А что ты здесь? На память, вообще фото на память. Субтитры создавал DimaTorzok